Всем привет! С вами Максим Фойгель и я продолжаю знакомить вас с горными активностями, с вертикальными активностями на свежем воздухе. И в сегодняшнем видеоролике я бы хотел поговорить о таком виде спорта или о такой вертикальной активности, как Виа Феррата. Рассказать, откуда появилась Виа Феррата, что это такое и какими навыками и снаряжением нужно обладать, чтобы безопасно и с удовольствием ходить маршруты Виа Феррата. Виа Феррата Виа Феррата это отдельный скальный участок или цельный маршрут, оборудованный вспомогательными и страховочными приспособлениями, обеспечивающими безопасный подъем к вершине или же просто на участке туристической тропы. В идеале это серия стальных тросов, а также ряд приспособлений, облегчающих передвижение, как, например, скобы, лестницы, штыри, выдолбленные в скалах уступы, а иногда даже подвесные мосты. Название Виа Феррата пришло к нам из итальянского языка и в дословном переводе означает «дорога из железа». В немецкоговорящих странах прижилось название «Клетоштайк». Благодаря маршрутам Виа Феррата, которые хорошо оборудованы, множество людей могут попасть в горы, ощутить дух восхождения и немножко экстрима, будучи любителями и не обладающими большим опытом в альпинизме или скалолазанием. Идея Виа Феррата заключается в безопасном восхождении или прохождении маршрутов, при этом после инструктажа и минимальных занятий практически каждый желающий может отправиться в самостоятельное восхождение по маршруту Виа Феррата. Однако, несмотря на то, что Виа Феррата – простой вид спорта, требующий минимум знаний и опыта, все же он остается потенциально опасным. Если вы не уверены в своих силах, я рекомендую вам обратиться к специалистам, например, горным гидам. Часто Виа Феррату путают с альпинизмом. Да, действительно, эти две вертикальных активности объединяет одно – восхождение к вершине. Однако, если для занятия альпинизмом потребуется солидный опыт, хорошая физическая подготовка и комплексные знания в горах, то для маршрута Виа Феррата знания достаточно минимизированы. Восхождение на альпинизские пики, как правило, происходит на вершины больших высот от 2,5-3 до 5 и выше тысяч. Это означает, что на пути к вершине альпинизм встречают различные препятствия не только в виде скал, но и снега, льда, то есть необходимые комплексные знания о горах в целом. Маршруты Виа Феррата, как правило, прокладывают не так высоко. Но зачастую можно встретить маршруты на высотах в Среднегории 1500-2000 метров. Реже маршруты Виа Феррата прокладывают на более высокие горы. Но, как правило, Виа Феррата связана только со скалами, с перемещением по скальному рельефу, и вам не требуется дополнительных знаний о снеге, ледниках и все, что с этим связано. Виа Феррата Минимальный набор снаряжения для маршрутов Виа Феррата весьма невелик. Вам потребуется каска. Это должна быть специальная каска. Для этих целей не подходят шлемы, выпущенные для велоспорта или горнолыжного спорта. То есть это должна быть специальная каска для альпинизма, скалолазания, либо специально для Виа Ферраты. Вам потребуется страховочная система для альпинизма или скалолазания, а также специальная самостраховка с разорвным амортизатором, интегрированным в эту самостраховку. Вот эти три вещи – это абсолютно минимальный набор, который вам необходимо приобрести, чтобы отправиться в безопасное приключение по маршрутам Виа Ферраты. Однако, помимо минимального набора, конечно же, необходимо иметь при себе аптечку первой помощи. Я вам рекомендую всегда на восхождение или путешествие в горах брать небольшой налобный фонарик. И так как прохождение маршрутов Виа Ферраты подразумевает хватание использования тросов и металлических скоб, то я вам рекомендую иметь кожаные перчатки. Это могут быть абсолютно обычные строительные, не обязательно спортивные специализированные перчатки. Если мы говорили о высотах, то стоит учесть солнечную радиацию. Часто летом в горах на высоте 2500-3000 метров солнце достаточно интенсивное, поэтому я вам рекомендую всегда иметь солнечные очки для защиты глаз и, конечно же, солнечный крем. Вот такие пара нехитрых вещей можно взять с собой на восхождение. И, конечно же, нужно подумать об обуви. Для Виа Ферраты не нужна специализированная обувь, то есть не существует обувь специально для маршрутов Виа Ферраты. Для этих целей обычно используют либо трекинговые кроссовки, желательно, чтобы у этих кроссовок была жесткая и устойчивая подошва, либо легкий альпинистский ботинок или же тяжелый трекинговый ботинок. Что-нибудь наподобие вот такой модели вполне подойдут. Важно, чтобы обувь была достаточно жесткой, так как подходы к маршруту могут быть как по удобным и подготовленным тропам, так и по осыпным склонам, каменистым участкам, где обычные кроссовки не самая лучшая обувь. Несмотря на то, что набор минимального снаряжения все же для Виа Ферраты небольшой, в отдельных случаях могут потребоваться дополнительные элементы снаряжения. Допустим, страховочное устройство с карабинами, которое может работать в режиме автоблок. В данном случае, для примера, у меня реверс от фирмы Петцель. И динамическая веревка для альпинизма или скалолазания. Почему это важно и почему это может пригодиться? Стандартная самостраховка для Виа Ферраты рассчитана на пользователя с весом 40-120 кг. И, как легко догадаться, для маленьких детей, вес которых не достигает 40 кг, такая самостраховка не сработает. То есть, интегрированная разрывная система, амортизатор в этом месте, просто не разорвется. И в этом случае, во время срыва, будет слишком большая нагрузка на сорвавшегося человека, большой риск получить травмы, не только связанные с падениями ударом у рельеф, но и с тем, что нагрузка на вас, на сорвавшегося человека, будет очень большая. В таких случаях, конечно же, необходима дополнительная страховка, верхняя страховка через реверс в режиме автоблок с альпинистской веревкой, с динамической веревкой. Также дополнительная страховка может понадобиться новичкам, которые совершают свое первое восхождение Виа Ферраты и, возможно, окажутся неготовым к каким-то продолжительным вертикальным участкам. Сама процедура перещелкивания на вертикальных участках достаточно трудозатратная. И иногда для облегчения устраивают верхнюю страховку. Ну, объективно, если человеку не приходится перещелкиваться, он меньше времени тратит на прохождение этого участка, меньше устает. Ну, и, соответственно, с верхней страховкой это безопаснее. Поэтому к минимальному набору снаряжения Виа Ферраты я бы рекомендовал иметь веревку и страховочное устройство, которое позволяет работать в режиме автоблок. Конечно же, вам необходимо уметь пользоваться этим снаряжением и грамотно обеспечить страховку вашему партнеру. Откуда вообще появилась Виа Феррата? Небольшой экскурс в историю. Наверное, самый первый задокументированный факт строительства маршрута Виа Феррата, конечно, тогда это не называлось Виа Феррата, и люди не думали об этих маршрутах, но так или иначе, первый задокументированный факт оборудованного маршрута в горах на альпинистскую машину, зафиксированном в 1492 году. Французский король Чарльз VIII приказал оборудовать подъем на вершину Эгвим-Монт, тогда считавшуюсь одной из сложнейших, вероятно, и труднодоступных вспомогательными средствами. Так или иначе, на этой вершине, на этой горе, появился маршрут, оборудованный девианными лестницами и канатами. Далее, в 1843 году в массиве Дахштайн под руководством Федриха Зимонда был оборудован маршрут к этой вершине. Задача стояла построить именно туристический маршрут к такой известной горе, как Дахштайн. Поэтому многие, особенно в нецеговорящих странах, в Австрии считают, что Виа Феррата зародилась именно у них, и очень гордятся этим фактом. Во время Первой мировой войны, в интервале между 1914 и 1917 годах, очень интенсивные боевые действия шли на территории современного Южного Тироля. Противоборствующие стороны, чтобы закрепить свои позиции и занять доминирующие высоты, оборудовали подходы к вершинам, к перевалам вспомогательными средствами, теми же тросами и лестницами. После окончания войны многие из этих маршрутов были реконструированы и переоборудованы альпинистским клубом Италии для спортивных восхождений. И многими считается именно этот период с зарождением маршрутов Виа Ферраты, так как о Виа Феррате подумали со спортивным аспектом и стали переоборудовать существующие маршруты. В 90-е годы начинается настоящий ферратный бум. Ну, в первую очередь, подход к строительству маршрутов изменился. Если раньше старые военные маршруты переоборудовали для спортивных целей, то в 90-е годы маршруты стали прокладывать специально для Виа Ферраты. Однако и снаряжение претерпело ряд изменений. В первую очередь, появились специальные самостраховки именно для Виа Ферраты. До этого на Виа Ферратах, конечно же, использовали обычное альпинистское снаряжение. Как и любая вертикальная активность, у маршрутов Виа Ферраты существует своя категория трудностей. Точнее, их несколько, и на сегодняшний момент я бы выделил две. Одна – это шкала Хюслера, которая используется в немецкоговорящих странах и категорируются маршруты от единички самого простого до шестой категории самого сложного. При этом стоит префикс К – Клетоштайк, от немецкого названия Клетоштайк, то есть К1, К2, К3, К4, К5 и К6 – самый сложный маршрут. Но все же большую популярность имеет другая шкала категории трудностей. Это шкала категории трудностей Шаль. Она обозначает маршруты от категории А до категории Ф. При этом А – это очень простые маршруты, а Ф – соответственно, самые сложные маршруты Виа Ферраты. Ну, чтобы вы могли немножко ориентироваться, на маршрутах Виа Ферраты категории А вам даже может не потребоваться специального снаряжения. То есть это, в принципе, горные тропы, которые местами очень крутые. Как правило, человек может безопасно проходить такие участки без дополнительной страховки, однако существуют все-таки объективные риски упасть с тропы, так как она проходит по крутому отвесу, точнее, над отвесом, либо во имя дождя, либо после непогоды. Скалы могут быть мокрые, скользкие, и там начинают оборудовать вспомогательные средства – ступеньки, троса. То есть Виа Ферраты категории А даже могут не подразумевать специального снаряжения. Маршруты Виа Ферраты категории Б и С – это наиболее распространенные маршруты этих категорий. То есть здесь сложность маршрутов все еще остается достаточно умеренной. Допустим, категория Б означает, что у вас нет крутых участков, полностью маршрут провешен тросами, ну или его наиболее объективно опасные участки. Передвижение по этим участкам достаточно легкое, потому что расстояния между скобами небольшие. Такие маршруты могут с легкостью преодолеть как дети, так и абсолютно неопытные горовосходители. На категории маршрутов С крутизна увеличивается, то есть все то же самое остается, как и для категории Б. Небольшие расстояния между точками опоры, хорошо оборудованы участки, безопасные, однако сам релес становится круче. И, соответственно, более сложные категории это Д, Е и Ф. На них усложнение идет за счет усложнений самого лазания. То есть расстояние между вспомогательными точками опоры может быть больше, возможно, не такие удобные. Часто бывают горизонтальные траверсы по крутой скале без опоры под ногами, то есть вы можете взяться за трос руками, но ноги у вас на гладкой скале находятся, то есть требуют больших усилий физических. Реже, но это не исключение, на высоких категориях, допустим, как Е или Ф, могут быть участки без страховки, где дополнительно потребуется специальная страховка. Опасности во время прохождения маршрутов Виа-Ферраты. В принципе, все те же опасности, которые сопровождают альпинисты в горах, могут присутствовать и во время прохождения маршрутов Виа-Ферраты. Ну, в первую очередь, это могут быть срывы и падения. Далее падение каких-то предметов камней или прочего сверху. Даже ваши коллеги, которые идут на маршруте перед вами, если они сорвутся, могут для вас представлять определенную опасность, если расстояние между вами не очень большое. Именно поэтому стоит всегда внимательно относиться к подбору вашего снаряжения. Это должно быть сертифицированное снаряжение, специально предназначенное для прохождения маршрутов Виа-Ферраты. Будьте внимательны на маршруте, смотрите, что происходит вокруг вас, выше вас и под вами. Используйте при необходимости дополнительную страховку, чтобы подстраховать людей, которые первый раз отправились на восхождение Виа-Ферраты или для детей. Итак, давайте же начнем. В первую очередь вам необходимо одеть страховочную систему. Как я говорил уже ранее, это может быть самая обыкновенная альпинистская либо скалазная страховочная система. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией использования, если вы никогда не держали страховочную систему до этого в руках. Как правило, она выглядит вот таким образом. У вас есть пояс и две ножные петли. Одеваются как штаны или шорты. Соответствующие ножные петли вы просовываете ноги. При этом важно смотреть, чтобы страховочный пояс находился на талии. Ни в коем случае ниже талии, потому что в этом случае и центр закрепления, ваш центр масс находится слишком низко, и страховочная система может с вас просто сползти. Поэтому смотрите, чтобы ваша система была на талии, плотно затянута. Не передавливайте себе живот, чтобы вы могли все-таки дышать и свободно двигаться. Однако система должна быть плотно на вас подогнана, чтобы вы из нее не выпали, и она у вас во время лазанья не соскользнула. Вот, ножные петли могут быть чуть посвободнее, как вам удобно. Далее, каска. Опять же, это может быть абсолютно любая каска, которая сертифицирована для занятий альпинизмом или скалазанием. Возможно, сейчас есть специальные модели, которые сертифицируются конкретно для Виа Ферраты. Хотя я в этом не уверен. Однозначно, они подходят шлемы, которые используются для велоспорта, водных и гордолыжных видов спорта. Каска также должна быть хорошо подогнана, застегнутый ремешок, чтобы во время лазанья она с вас не слетела. Далее, специальная самостраховка. У любой самостраховки для Виа Ферраты есть два уса и вот такой вот центральный хлястик. Я его называю центральный хлястик. Именно через этот хлястик вы присоединяете вашу самостраховку к страховочной системе. У страховочной системы, как правило, не всегда, но, как правило, есть центральное кольцо, соединительное кольцо ножной и поясной части систем. В это кольцо вы просовываете этот хлястик и удавкой фиксируете самостраховку вот таким образом. Это наиболее распространенный и рекомендуемый производителями самостраховок способ прикрепления самостраховочных усов Виа Ферраты к страховочной системе. Карабины для самостраховок Виа Ферраты всегда автоматические. Ну, или, как правило, автоматические. Я на своей памяти никогда не видел карабинов, которые надо муфтовать. У них могут быть разные принципы действия. Конкретно вот здесь очень простой механизм. Вытягиваете вниз и при отпускании он защелкивается. Однако, могут быть и более сложные варианты, как, например, вот такой карабин, где необходимо вот эту вот часть утопить и пальцем нажать на муфту, чтобы она открылась. То есть более сложный механизм, но, с другой стороны, и более безопасный. Пусть вас не смущает при выборе или покупке самостраховки, что карабины сильно отличаются. Так или иначе, вот такой вот сет, он сертифицирован для Виа Ферраты, и все карабины, какой бы формы и видов защелкивания не были, они все подходят для маршрута Виа Ферраты. Почему у самостраховки два уса? Во время передвижения по маршруту трос, страховочный трос, которому прищелкивается наша самостраховка, имеет точки закрепления. Ну, то есть, грубо говоря, перехватывается время от времени. Соответственно, дойдя до такого места, двигаться дальше мы не можем. Если бы у нас был только один у самостраховки, то, выщелкивая его, мы остаемся абсолютно незастрахованным на маршруте. И в этом случае падение может быть фатальным. Именно поэтому существуют два уса. И когда мы доходим до места перещелкивания, мы сначала выщелкиваем один ус, оставаясь при этом все еще застрахованными, выщелкиваем его выше. И только после этого, когда мы выщелкнули верхнюю часть троса и убедились, что карабин закрылся, мы можем выщелкнуть и перещелкнуть второй ус. Таким образом, мы всегда остаемся застрахованными и в безопасности на маршруте реферата. Также, двигаясь по маршруту и перещелкивая самостраховку, я вам рекомендую обращать на один маленький нюанс. Как правило, мы берем, конечно же, первый попавшийся нам ус под руку, щелкиваем его выше, он скатывается вниз. После этого мы берем оставшийся ус и перещелкиваем. И понятно, что мы щелкиваем в то место, которое освободилось. То есть, выше этого карабина. Если мы пойдем дальше, повторится похожая ситуация. Сейчас это не очень хорошо заметно, но если я буду продолжать дальше таким образом перещелкиваться, меняя местами карабины, то рано или поздно у меня образуется вот такая вот косичка, переплетение. И в какой-то момент вариативность ваших усов сильно сократится. То есть, запутавшись, они будут очень короткими. Иногда это очень сильно мешает при движении по виа феррате. Поэтому я рекомендую вам всегда обращать внимание при последовательности вщелкивания ваших усов. Если вы вщелкнули верхний карабин, то нижний щелкните также снизу. Ну, либо после какого-то расстояния, пройденного вами, раскрутите вашу косичку, которая образовалась при неправильном, не совсем правильном использовании в перещелкивании на виа феррате. Еще один момент, связанный с безопасностью и перещелкиванием на виа феррате. Вам нужно следить за тем, чтобы вы для перещелкивания выбирали самые удобные и комфортные места. Очевидно, неправильным было бы сначала подняться выше, а потом с такой позиции начать перещелкивать вашу самостраховку. Вот, вам неудобно, вы должны все время держаться. Кроме того, вы можете случайно пропустить это место, потому что будете очень сильно увлечены процессом лазания и окажетесь настолько выше, что вам придется либо спускаться, либо сильно вниз тянуться за самостраховкой, что также негативно сказывается на безопасности и комфорте вашего срождения. Поэтому обращайте внимание на пункты, где трос зафиксирован, на места перестежки и старайтесь сделать это там, где вам, во-первых, удобно и комфортно стоять, а во-вторых, вы хорошо увидите этот пункт. То есть, в данном случае на уровне лица, груди, но никак не на уровне ваших колен или ниже. На некоторых самостраховках, как, например, на моей, есть еще дополнительный вот такой вот средний уз или небольшая петелька. Для чего она нужна? Нам потребуется дополнительный карабин. Это может быть абсолютно обычный альпинистский карабин. Главное, чтобы он был закручивающийся или с любой другой автоматической муфтой. например, вот такие вот закручивающиеся муфты. То есть, карабин открывается, но я могу его закрыть, и он замуфтовать, и он будет закрыт. Либо же, так, как и на карабинах веоферата, есть некоторые автоматические или байонетные муфты, которые требуют чуть больше манипуляций, и при отпускании муфты карабин защелкивается. Так вот, вот этот вот средний или маленький уз нужен для того, чтобы вы могли на маршруте веоферата отдохнуть. Двигаясь по какой-то вертикальной части, достаточно продолжительные у вас могут устать руки. Вы почувствуете, что силы покидают вас, и перед тем, как вы упадете, конечно же, разумнее прищелкнуться к чему-либо и отдохнуть. Для этих целей отлично подходит вот такой короткий уз. Например, вот здесь скоба для передвижений. Вы можете почелкнуться, откинувшись на самостраховке. Таким образом, ваши руки больше не работают, не задействованы в работе. Дать им возможность отдохнуть, восстановиться. После того, как вы почувствуете себя вновь прилив сил, выщелкнуть этот уз и продолжить восхождение. Если же ваша самостраховка не имеет такого центрального дополнительного уса, нет ничего страшного в том, чтобы использовать один из страховочных усов для отдыха. Однако, помните, что он достаточно длинный, здесь шита резинка для того, чтобы он не удлинялся безрезмерно, а сжимался. Поэтому, когда вы щелкнете вашу самостраховку, сначала будет небольшое натяжение, и только после этого вы сможете отдохнуть таким образом. Это также допустимо, это также можно делать. Конечно же, на коротком усу это делать удобнее. Не переживайте за встроенный разрывной амортизатор. У него достаточно большой запас прочности, и стропа начинает рваться при гораздо больших нагрузках, чем наш собственный вес тела. Далее о страховочных усах. Желательно, и даже я вам рекомендую, чтобы оба страховочных уса находились на тросу одновременно. Если по какой-то причине вам это неудобно в данный момент, и вы хотели бы, чтобы только один уса у вас находился на страховке, допустимо сделать вот такое вот щелкивание. Недопустимо недопустимо прищелкивать один из условств страховки на вашу страховочную систему. В таком случае, если вы сорветесь и должен будет развиваться амортизатор, он будет работать некорректно. Это может привести к вашим травмам, а может быть даже разрыву всей страховочной системы и падению вниз на землю. Тоже относится и к третьему вспомогательному страховочному усу. Он также должен либо свободно болтаться, либо если он слишком длинный такой тоже может быть в различных моделях, вы можете подчелкнуть его на один из усов, чтобы немножко укоротить. Но ни в коем случае не прищелкивать его куда-нибудь к системе, допустим вот таким образом. Это абсолютно неправильно. Что конкретно из установленного на маршруте можно использовать для страховки, а что для передвижения? Ну, в первую очередь, конечно же, стальной трос он предназначен для того, чтобы за него страховаться. Ну, понятно, что все, что прикручивано, вмонтировано, зацементировано здесь, мы можем использовать как точку опоры, как сам трос, так и поперечные конструкции. Дополнительные скобы могут быть использованы для передвижения по поводу использования в качестве страховки. В принципе, да, это достаточно надежная точка страховки, вы можете использовать ее и для вашей самостраховки. Однако, идея именно этого пункта помощь в облегчении передвижения, а не страховки. И здесь, возможно, тот, кто оборудовал маршрут, мог меньше делить внимание к качеству вот такого точки страховки. Поэтому, если визуально у вас вызывает сомнение надежность вот такой скобы, слишком тонкий материал, может быть, уже очень сильно проживевший, а может быть, клей, которым он фиксировался, выкрашился и скоба шатается. Естественно, для страховки такой элемент использовать не стоит. В любом случае, так как у нас два самостраховочных уса, я вам всегда рекомендую минимум один ус держать на тросу, второй допустимо щелкнуть в такую скобу если вам это необходимо. Также я бы хотел обратить ваше внимание на то, что на одном сегменте троса, сегмент троса, я имею ввиду участок между одним и вторым закреплением, всегда находился только один человек. Эта дистанция минимально необходима в том случае, что если оппонент выше вас сорвется, чтобы у вас был какой-то запас по расстоянию и он не задел вас и не сбил вас с ног. Это справедливо как для передвижения вверх, так и передвижения по горизонтали, то есть на траверсах. Ну что ж, на этом все. Я надеюсь, этот видеоролик был вам полезен, вы узнали что-то новое и полезное для себя, окунулись в историю маршрутов Виа Ферраты. Я желаю вам приятных и безопасных прохождений, хорошей погоды и удачи в горах, ребята. Пока!